Замуж я вышла рано, в 19. Муж Дима на 5 лет старше. Брак не по залету, по большой любви. Прямо не могли друг без друга. Мои родители были против. Считали, что нам рано жениться. Оба студенты. Муж поступил в вуз уже после армии, так что еще учился. Мы не послушали родных, расписались по-тихому, и я переехала к Диме в общежитие, где нам дали комнату. Мама с папой долго обижались, но когда я забеременела, оттаяли. Позвали нас к себе, квартира большая. Родилась дочка, потом мы получили свое жилье. Прожили вместе 18 лет. Всякое было, и хорошее, и плохое. Ссорились, мирились, как все. Дима неплохо зарабатывал, баловал нас с дочкой, отправлял на курорт. Меня только беспокоило чувство, что я люблю его больше, чем он меня. Если расставались на неделю-две, отпуск, командировка, поездка к родным, я просто изводила себя, тосковала, считала часы до встречи. А Дима воспринимал это спокойно, словно так и надо. Я чаще проявляла инициативу в интимных отношениях. Хотя, признаюсь, безумного восторга в постели не испытывала. Было просто приятно. Но для меня очень важно чувствовать его близость, дарить ему радость. Он тоже не слишком темпераментный. Только первые год-два секс у нас случался часто. А потом – хорошо, если раз в месяц. И, как говорится, без изысков. Классические позы, никаких фантазий. Даже если я сама предлагала что-нибудь для разнообразия, Дима обычно отказывался. Говорил, я начиталась дурацких советов, вроде «Как сделать интим незабываемым», а он не любит всех этих дамских выдумок. Оказалось, что муж такой холодный только со мной. Через 18 лет брака я неожиданно обнаружила у себя венерическую болезнь. А поскольку сама не изменяла, все выяснилось довольно быстро. Узнала, что у Димы уже пять лет постоянная любовница, а до нее были и другие романы. И случайные связи были. Он сам мне все рассказал. Признался, что виноват, предложил развестись. Дочка была уже большая, встала на мою сторону и сказала, «Родители, лучше разойдитесь, чем обманывать друг друга. Папа все равно не перестанет врать. Зачем это терпеть?» Развелись. Разъехались. Я переживала, но не так сильно, как боялась. Видимо, моя большая любовь износилась и перегорела. Шесть лет мы почти не виделись. Раз в год ходили в кафе на дочкин день рождения. Я знала, что Дима женился, но не на той даме, с которой хороводился в нашем браке. Наверное, не смог простить, что она заразила его. Новая супруга намного моложе. И вот весной у них родился малыш. Я радовалась за Диму, он всегда хотел сына. Поздравила его. Мы с дочкой вместе выбирали подарок маленькому. Кстати, дочка недавно переехала к своему парню, и теперь я живу одна. Бывали у меня любовники. С одним даже прицеливалась поселиться вместе. Но не сложилось. Я вообще по характеру одиночка. Самодостаточная. И вдруг такой поворот судьбы. В начале лета Дима приехал ко мне с бутылкой коньяка в день годовщины нашего знакомства. Господи, да мы и в браке этот день не отмечали. Я-то помнила. А он всегда забывал. Всердился, что я навязываю повод для подарка и вымогаю внимания. Вообще не любил всякие даты. Цветы дарил максимум трижды в год. На мой день рождения, годовщину свадьбы и на 8 марта. А тут коньяк, торт, букет и без звонка. Я растерялась, но было приятно. Значит, любил по-настоящему. Так хорошо посидели, поговорили. Вспомнили прошлое. Наш роман. Как жили в общаге. Всякие смешные случаи. Знакомых. Потом Дима начал рассказывать о своей новой семье. Пожаловался, что ему трудно с молодой женой. Страсть прошла, а общего мало. Разные поколения. Я подшучивала над ним, приводила примеры из литературы, давала советы, как наладить отношения. Засиделись допоздна. Оказалось, Дима приехал на машине и после коньяка не мог сесть за руль. Хотела вызвать ему такси, но он остался у меня. И между нами все произошло. Сначала не хотела, даже отталкивала, но потом буквально что-то щелкнуло внутри. Родной голос. Родной запах. Все случилось быстро, но я неожиданно получила огромное удовольствие. Ни с Димой в браке, ни с кем из других мужчин такого не было. Потом я плакала, и он тоже казался растроганным. Какая-то глупая история, как из сериала. После этого случая бывший муж стал приезжать раз или два в неделю. Секс прекрасный, очень волнующий, яркий. Мне кажется, я люблю Диму. Не так, как в юности, и не так, как в браке. Сейчас все по-другому. Призналась в своих чувствах. Предложила снова сойтись. Он посмотрел с ужасом. Ты с ума сошла? Как я брошу грудного ребенка, сына? Пока будем встречаться тайно. Потом посмотрим. Не понимаю, на что смотреть? Разве легче уйти, когда мальчику исполнится год, пять, десять? Значит, не собирается возвращаться ко мне. Хотя сказал, что всегда любил только меня. Сказал всего один раз. Вообще избегает разговоров на эту тему. Сейчас его жена с малышом на даче у своих родителей. Поэтому Дима имеет возможность приезжать. Осенью они вернутся в город. Ему придется ночевать дома. И вообще, все будет сложнее. Мне стыдно, что я отбиваю мужчину у жены. Но ведь это, в первую очередь, мой мужчина. Как говорится, я первая его нашла. Знаю немало примеров, когда бывшие супруги снова женятся. Не понимаю, почему Дима не желает даже говорить об этом. Если просто устал от семейной жизни и хотел развеяться, нашел бы себе другую партнершу. Зачем разбередил мне душу? Сейчас получается, что мой муж – это мой любовник. В голове не укладывается. Никогда не думала, что так сложится. Дочка пока ничего не знает. Он просил не говорить ей. Мне кажется, в его возрасте под пятьдесят пора уже определиться, а не бегать от одной женщины к другой. Заново сильно привязалась к Диме. Чувствую, что в этот раз мне было бы гораздо больнее рвать отношения. В постели у нас все идеально. И ведь он сам говорит, что со мной ему комфортнее. Легче общаться, чем с молодой женой. Сына он сможет навещать. Я не против. Надеюсь, к концу лета он примет решение и переедет ко мне. Если нет, то я не знаю, как быть. Субтитры сделал DimaTorzok Диме Торзок Диме Торзок Диме Торзок